доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели впереди выходные это значит то что будет возможность отдохнуть ну наверное если вы не торгуете биткойном то это точно справедливо для вас а если биткоин является одним из активов на которые вы обращаете внимание то разумеется выходные активность будет сохраняться я надеюсь то что вы все ознакомились с моим брифингом на этой неделе о том что биткойн имеет очень хороший потенциал сейчас снижение в район пяти тысяч долларов сегодня мы уже наблюдаем котировки семь с половиной тысяч хотя тогда когда делали прогноз а цены цены держались выше 8000 если друзья интересуют почему давление на главный крипто актив современности может быть усилена можете пересмотреть прошлые брифинги ну а теперь давайте вернемся к нашим традиционным инвест идеям начнем мы с нефтянки которые безусловно радуют нас я думаю что это восходящее движение которое сейчас наблюдается было более чем предсказуемым мы знали что в преддверии сауди арам к которому саудовская аравия готовилась несколько лет будут созданы условия при которых это размещение станет успешным соответственно сейчас мы ориентируемся в качестве главного инфоповода ближайших недель как раз на то какую цену предложат по акциям и как насколько успешно будут проходить торги в первый день 11 декабря на ближневосточные биржи до этого события у нас будет еще один инфоповод эта встреча опек плюс участников энергетического факта в вене где разумеется будут обсуждать все дополнительные меры и усилия которыми можно помочь всему энергетическому сектору с точки зрения снятия риска перепроизводства и с точки зрения сопоставления этих мер с риском именно замедления темпов роста мировой экономики ну честно говоря действий мер на которые могут пойти стороны опек не так уж и много это максимум продление действий энергетического пакта еще на какое-то время и сокращение индивидуальных квот по добыче поскольку друзья я уже не раз говорил что в преддверии именно айпио сауди арам к мы вправе ожидать какие-то конкретные действия со стороны саудовской аравии вот сейчас мы как раз и ориентируемся на то что 5 декабря очень скоро саудовская аравия с пеной урта будет доказывать и обосновывать необходимости и целесообразности дополнительного снижения производства нефти напомню что на текущий момент соответствии с прошлыми договоренностями страны а согласовали снижение добычи в совокупности на 1 и 2 миллиона и это соглашение будет действовать до марта уверен то что его как минимум продлят до июня если прочие участники аналитического пакта прислушаются к позиции де-факто лидера опек и в принципе пойдут на эти меры котировки будут расти и в итоге мы увидим тот самый то самое восходящее движение которое создаст очень хорошие ценовые конъюнктурные условия для успешного размещения акций сауди арамка также друзья не забывайте что если что-то пойдет не так например россия будет категорически против дополнительного снижения добычи мы понимаем что у саудовской аравии есть прочие рычаги влияния на котировки нефти через геополитические игры например комментарии об усилении скажем внимание к неправильным действиям ирана и и именно может вернуть на рынке прежний геополитические риски напряженности на ближнем востоке и вы все прекрасно знаете что это фон который также способствует росту котировок нефти сейчас друзья 62 46 я думаю что мы на ближайшие две недели можем смело ориентироваться на закрепление бренда выше 65 доллар иена 1862 котировки по сути не меняются напомню что у нас за последние дни в рамках этой недели точно стало больше поводов почему пару нужно продавать потому что мы видим что отношение переговоры сша и китая фактически не двигаются к своему долгожданному завершению напротив эти отношения между странами становятся все более более напряженными стена сша вы помните принял несколько актов поддержку прав человека в гонконге фактически поддержал протестующих это спровоцировала на то что пекин выразил ноту протеста в адрес сша это возмутило действительно китай поэтому мы за последние несколько дней не раз видели комментарии о том что они полны скепсиса что вообще переговоры будут успешно протекать и а дальше рейтерс также сообщили о том что первая фаза подписи под первой фазой переговоров если мы и увидим это произойдет уже в двадцатом году то есть до конца этого года ничего не изменится мы будем жить в условиях вот этой неопределенности трамп продолжает подливать масло в огонь заявлениями о том что если в ходе ближайшие недели а китай хи не сделает то что убедить его в том что пекин готов идти на все возможные уступки чтобы достигнуть консенсуса при по переговорам то 15 декабря штаты повысить пошлины как и было обещано в общем повышенный спрос на защиту сейчас дает нам возможность продавать пару доллар иеной вообще а покупать и франк и иену и ставить на рост также и золото то есть которое в принципе у нас а по целям сохраняются ожидания 1500 и последующий тест 1550 евро против доллара 1 10 64 впереди у нас много отчетов друзья это данные по ввп германии по индексам производственной активности везде ожидания слабые поэтому давление на евро должно усилиться также сегодня состоится выступление кристина лагарда во франкфурте где она на входе которого она непременно коснется монетарной политики и даст хоть какие-то вводные участникам рынка которые хотят понять как политика и цеба будет меняться уже при новом руководитель европейского центрального банка фунт против доллара 1 29 18 помимо политики я предлагаю еще не забывать про очень слабый макроэкономическую статистику на прошлой неделе у нас были слабые данные по занятости занятость снизилась за месяц на 58 тысяч это худший показатель за четыре года экономический рост худший показатель за 10 лет сегодня у нас сфера услуг самый важный индикатор экономики который генерирует 80 процентов экономического роста ожидания тоже слабо если данные разочаруют друзья то будем готовиться к тому что очень скоро возможно центральной темой для банк англии станет также смягчение монетарной политики поэтому держим короткие позиции доллар канадец держится на отметке возле уровня 1.33 сегодня у нас роничные продажи я напоминаю друзья что на основании последних данных по продажам автомобилей мы можем предположить что розница сегодня разочарует еще один слабый отчет в довеска последним релизом по промышленному производству потребительских цен это для нас возможности и дальше держать длинные позиции ждать движение пары доллар канадец в районе отметки 1.34 австралийц против доллара 0.6785 мы все ниже и ниже движение вялый но это обычная динамика для австралийца на цели 0.65 0.66 остаются также предлагаю обратить внимание на пару австралийц против иены тоже логика такая же как с парой доллар иена здесь мы делаем ставку на спрос на иену как защитный актив и продаем австралийца из-за ожидания снижения процентной ставки котировки 73 70 ближайшая цель 71 50 а тем кто готов поддержать уровень 70 70 там также уверен доберемся на этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания